День дельта-функции День дельта-функции День дельта-функции День дельта-функции Что поток вектора Е Через любую замкнутую поверхность Равен суммарному заряду внутри Делить на ε Давайте рассмотрим замкнутую поверхность И пусть пока внутри этой поверхности есть только один точечный заряд. Q с номером житая. Естественно, этот заряд будет создавать электрическое поле. Линии которого начинаются на этом заряде. А где обрываются? Только на бесконечной. Других зарядов у нас нет. Давайте попробуем доказать теорему Гаусса для одного такого заряда. Вот это у нас поверхность S. Давайте окружим наш заряд. Сферической поверхностью S, R, радиуса R. Согласитесь, что поскольку линии поля не обрываются, число линий, проходящих через эту сферу, равно числу линий, проходящих через поверхность S. Поэтому поток поля векторного через поверхность S равен потоку через поверхность S. Поток – это число силовых линий. Поэтому пока у нас один заряд, создаваемое им поле мы назовем Ежитое. Это поле, создаваемое только одним зарядом. Поэтому поток через поверхность S электрического поля одного заряда Ежитое. Мы договорились, что это поток через сферу радиуса R этого же электрического поля. Чтобы сосчитать поток через сферу, мы должны сферу разбить на маленькие кусочки и сосчитать сумму по этим кусочкам напряженности электрического поля заряда Жи на кусочки с номером N на площадь каждого кусочка и на косинус угла между вектором Е и вектором площади. Куда у нас смотрит вектор площади? Он перпендикулярен поверхности сферы, поэтому вектор площади DSN смотрит вот сюда. Чего же равен угол между полем Ежитое и вектором DSN? Я провел сферу так, что заряд находится в ее центре. Угол равен нулю и косинус будет равен нулю. А, косинус единица. На косинус нуля, который равен единице. Скажите, пожалуйста, а чему равна величина напряженности электрического поля этого заряда в любой точке сферы? К, Ку делить на квадрат радиуса сферы, на квадрат расстояния. Правильно? Поле точечного заряда – это К, Ку делить на квадрат расстояния до заряда. Поэтому величина поля – это есть К, Ку житое на Р в квадрате. В каждой точке. Оно смотрит в разные стороны, но по величине оно одно и то же. Но если оно одно и то же, что с этим множителем можно из суммы сделать? Вынести. Тогда можно написать К, Ку житое на Р в квадрате, а под суммой осталась сумма площадей кусочков сферы. Чему равна сумма площадей кусочков сферы? Поверхности сферы. А чему равна поверхность сферы? Ку житое на 4Пи Р в квадрате. Поэтому будет К, Ку житое, делить на Р в квадрате на 4Пи Р в квадрате. Р в квадрате сокращаются, и получается 4Пи К, Ку житое. Но если вспомнить, что К это единица на 4Пи Эпсалон с ноликом, 4Пи единица на 4Пи Эпсалон с ноликом, Ку житое. Или Ку житое делить на Эпсалон с ноликом. Ура! Для одного заряда теорема доказана. Погодите, а если заряд находится вне сферы? Вот здесь. Он будет создавать электрическое поле, и некоторые линии этого заряда тоже будут входить в сферу. Но поскольку линии нигде не обрываются, тут линия вошла, а тут она что сделала? Да, вышла. И сколько в сумме даст поток? Ну и. Поэтому от зарядов, находящихся снаружи, поскольку каждая линия в замкнутую поверхность должна войти и выйти одинаковое число раз, но поверхность может быть и хитрой, поверхность, например, может быть и вот такой внешняя. Пожалуйста, теорема Гаусса все равно работает. Но здесь вошла-вышла, вошла-вышла. Поэтому внешние заряды поток не создают. Ну что ж, для одного заряда мы теорему доказали. Итак, у нас имеется утверждение, что поток вектора электрического поля от одного заряда через любую поверхность гамма-2, какой бы формы она ни была, есть величина заряда делить на ε с нуликом. Представим себе, что у нас много зарядов внутри этой сферы. Тогда можно написать систему таких уравнений для каждого из зарядов. Что мы дальше сделаем с этими уравнениями? Сложим. Если мы написали поток поля Е1 от заряда Q1 такой, поток поля Е2 от заряда Q2 такой и так далее, мы получим столько уравнений, сколько зарядов. Сложим эти уравнения. Тогда мы получим сумма по всем зарядам поток вектора Е от поля каждого заряда есть сумма по всем зарядам QG на ε с нуликом. ε с нуликом здесь вынесем, а сумма всех зарядов, что получится? Полный заряд внутри поверхности. Поэтому здесь мы получим полный заряд внутри делить на ε с нуликом. А здесь сумма интегралов. Поскольку интеграл это сумма, то сумма интегралов равна интегралу от суммы, от порядка слагаемых вместо результата не меняется. Поэтому здесь можно написать, что это есть поток от суммы по всем полям каждого слагаемого скалярных произведений поля от каждого ПТС. Но скажите, пожалуйста, сумма скалярных произведений это что такое? Это скалярное произведение от суммы. А плюс Б скалярно на С это АС плюс БС. Поэтому можно написать, что это будет поток суммарного электрического поля всех зарядов через поверхность сферы. Но сумма полей всех зарядов в каждой точке это полное электрическое поле в каждой точке по принципу суперпозиции. Поэтому это есть ЕДС. Итак, поскольку все операции у нас здесь и интегрирование, то есть сложение, и скалярного произведения, линейное, и для полей есть принцип суперпозиции, который говорит, что поле суммы зарядов равно сумме полей, то правая часть есть поток через поверхность сферы гамма-2. Поверхность гамма-2 не сферы, а зеленая поверхность гамма-2. Вот это у нас С, которую я обозначаю гамма-2. Это и есть заряд внутри на эпс. Теорема доказана. Это и есть плохое доказательство теоремы Гаусс. Теорема Детх С, Теорема доказана. Как cloudазанно вымассирует а никогда не верное посвобили